Испытание чемпионатом. Как Киев сдал тест по подготовке и проведению финала Лиги Чемпионов? Не дня без убийства. Разгул криминала в Одессе и Черкасах. Не станет ли он нормой для всей страны? Ведь незаконное оружие есть уже у каждого восьмого. Суррогатный градус. Как вырос рынок поддельного алкоголя после подорожания спиртного? И сколько людей уже стали жертвами фальсификата? Школьный газоват. Кто стоит за массовым отравлением детей в учебных учреждениях? И как остановить эту тревожную тенденцию? Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. Главный день футбольного года для Европы завтра в Киеве. Финал Лиги Чемпионов. К этому событию Украина готовилась долгие месяцы. И вот теперь, наконец-то, болельщики и сами игроки собираются в украинской столице. Меньше суток остается до матча, который определит, кому достанется одна из самых престижных футбольных наград. И тем не менее, уже сегодня можно делать выводы. Каким же запомнят этот украинский финал Лиги Чемпионов сотни тысяч, если даже не миллионы европейцев? Любовь Кукла продолжит тему. Время Че. Перекрытые улицы, усиленный трафик в аэропортах и тысячи иностранцев в столице. Украина принимает Лигу Чемпионов. Фаны Ливерпуля и Реала летят к нам со всего мира. Из Сингапура в Борисполь, а затем на съемную киевскую квартиру. Цены на жилье в бедной Украине даже туристов из богатой азиатской страны удивили. За койко-место отдали 100 долларов в сутки. Да, это дорого, но ради любимой команды, ради игры мы заплатили. Но заплатить смогли не все. Слишком предприимчивые украинцы решили, за любовь к футболу нужно платить. Комната в Крущевке по цене апартамента в Монте-Карло? Или скромный номер в Атали на выселках стоимостью, как европейские 5 звезд? Легко. Неделю назад цены на жилье достигли апогея. Хостелы по 500 долларов, квартиры по несколько тысяч. Фаны Ливерпуля даже в УЕФА жаловаться хотели. Что с ценами сейчас? В канун матча. Проверяю лично, звоню в один из хостелов. Местам еще есть. Сколько у вас человек будет? Один. Мужчина из Бангана. Минимальная цена в сутки 10 тысяч гривен. Девушка, я вам сказала, ситуация какая есть. Подходит ли она, пожалуйста? Нет, ну как бы вариантов никаких больше нет. Вообще. А что вы хотели? Футбол, но справедливости ради, варианты подешевле, все-таки есть. Я вижу, есть вариант Атаковский спутник 20 тысячи 500 гривен за сутки. Есть вариант Проспект Победы 29 тысячи гривен за сутки. У киевлянки Аллы большой трехэтажный дом. Женщина живет в нем с отцом и сыном-подростком. Вся семья – футбольные фанаты. Первых болельщиков принимали еще на Евро 2012. Тогда жили шведы. Теперь англичане, поляки, чехи, американцы и китайцы. Ну вот на втором этаже комната. У нас тут четыре комнаты есть. Ну, две сейчас заняты. В одной ребенок живет. А вот еще есть одна комната, в которой завтра приедут гости. Но, правда, чуть-чуть надо еще тут прибраться. Здесь цены на проживание, как говорится, божеские и себе заработок, и подпорченному жадностью имиджи страны плюс… Нет, не сто долларов, меньше. А вот этот хостел даже награды заслуживает за спасение жилищного реноме страны. Койко-место тут всего восемь долларов. Цена более чем доступная. Вот столько бронировать нужно было заранее. Бронируют вообще с января месяц. Именно к лиге? Да. Даже зал, как у нас было, вроде. Но не жильем единым. Такси. Водители Бомбилы даже в дочемпионатные времена не упускали случая нажиться на иностранца. А тысячи иностранных фанов в одном месте искушение большое. Дерут ли с них три шкуры, тоже проверяю лично. Пытаюсь поймать машину в аэропорту Борисполь. Разговариваю с водителем на английском. Хотя стандартная цена из Борисполя в Киев в два раза меньше. И это далеко не предел. Некоторые готовы везти и за тысячу. Раз иностранец платим основа гостеприимства по-украинским. Но даже финансовыми хитростями атмосферу праздника не испортишь. С самого утра в фан-зоне на Крещатике аншлаг. Болельщики здесь даже с чемоданами. С кораблям на бал, так сказать. Я только прилетел, еще ничего не видел. Боб с друзьями прилетел из Австралии. Правда, любовь к Ливерпулю влетела Бобу в копеечку. Тысяча долларов, билет на матч, две тысячи дорога. И, внимание, столько же за проживание. Боб приехал ночью, поэтому кроме трассы Киев-Борисполь еще ничего не успел увидеть. Из аэропорта сюда хорошая дорога, широкая. Ехать можно быстро. Из еды ел только сэндвичем. Что это значит? Борщ. Борщ? Борщ. Кстати, Ливерпуль специально для своих фанов снял ролик. Это двухминутное видео, своеобразный справочник по Украине. Там объясняют, как попасть на стадион, где находятся фан-зоны и что вкусного можно съесть. Вареники, котлеты по-киевски, еруны и, конечно, борщ. Так что не сэндвичами едиными. Иду угощать австралийских гостей украинской кухней. Борщ, котлета, узвар и пиво. По-моему, ребята довольны. Вкусно, очень вкусно. И, конечно, поднимают бокалы за победу любимой команды. Но кто победит, будет ясно только завтра. Испанский Реал и английский Ливерпуль сойдутся на Киевском Олимпийском вечером. А пока у фанов сутки свободного времени. Всего на матч приедут десятки тысяч болельщиков. Меры безопасности в городе усилены. А НСК будет находиться под тройным кольцом силовиков. Ведь, к сожалению, драки фанов – неотъемлемый атрибут игры миллионов. Любовь кукла, Сергей Килимник, Оксана Алексеева и Александр Кузнецов. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну, а накануне случился и первый серьезный фанатский конфликт. Примечательно, что не между болельщиками команд, которые будут играть в финале. Украинцы избили британцев. Фанатов Ливерпуля. Нападение произошло в одном из киевских ресторанов и было довольно жестоким. Группа из 20 молочиков в масках буквально разгромила заведение. Людей били столами и стульями. Результат – всего двое задержанных украинцев и сотни очень неприятных для нашей страны заголовков мировых СМИ. К сожалению, криминальные новости среди топовых сегодня не только в Киеве. Странная и страшная история случилась в Одессе. Сначала журналисты описывали ее как только покушение на местного, весьма скандального активиста. Мол, он защищался и убил одного из нападавших. Ну, а уже в течение дня картина изменилась. И теперь правоохранители обещают расследовать и другие версии случившегося. Что произошло на самом деле? Разбирался наш Андрей Анастасов. Вот первые кадры случившегося в Одессе. Девушка Сергея Стерненко вела прямую трансляцию в интернете. Оба рассказывают, около полуночи возвращались домой. Как вдруг впереди появились двое мужчин. Они напали на Сергея, тот отразил атаку. В итоге один из нападавших сбежал, второй от полученных ножевых ранений скончался на месте. Сам активист был ранен в руку. У него глубокий порез и большая потеря крови. Вот лежит нападник. Я застосовал самооборону. Чуть позже полиция задержала товарища погибшего. У него тоже обнаружили ножевые ранения. И вот здесь важные обстоятельства. На месте происшествия полиция все обыскала, но нашла только один нож. Более того. Так чей же был нож? Сергей Стерненко или его оппонентов? В первые минуты после инцидента активист рассказывал, едва заведев подозрительные фигуры, достал на всякий случай нож, который был у него при себе. Но уже сегодня в больнице сообщает, все было иначе. Нож он отобрал у нападавших. Я вот сейчас уже анализую это все, пригадываю это вот так. Можливо, я что-то сказал в шоковом состоянии. Кто на кого и как нападал, сейчас выясняет полиция. Уголовные производства открыты по трем статьям. Умышленное убийство, покушение на убийство и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Есть также три версии причин произошедшего. Нападение из общественной деятельности активиста, случайный бытовой конфликт и грабеж. Сейчас занимаются камеры с видеоспостережения с прилеглых районов. И я думаю, что незабаром, имея и свидетельствия в подии, у нас будет возможность сделать соответствующие выяснения. В полиции также сообщили, погибший был военнослужащим 25-й десантно-штурмовой бригады. По данным СМИ, у мужчины осталось трое детей. Возможно, чуть позже его выживший товарищ изложит свою версию произошедшего. Пока же о подозрении никому не объявлено. К слову, ранее, в феврале и мае, на Сергея Стерненко совершались нападения. После первого и после второго Сергей просил, клопотал о наденном государственной охране. Но, на жаль, сотрудники полиции нам этого не обеспечили. В полиции сегодня на это ответили. Не видели необходимости предоставлять активисту охрану, поскольку последнее нападение на него было полностью раскрыто. Андрей Анастасов, Игорь Механошин. Подробности недели. Телеканал Интер. Одесса. Продолжается расследование и громкого убийства в Черкассах. Жертва – местный политик. На месте этого преступления разыгрался настоящий боевик со спецназом и даже сообщениями о заложниках. Что удалось установить к этому часу, знает Станислав Кухарчук. Черкассы, четверг, конец рабочего дня. Полиция перекрывает одну из центральных улиц. К офисному зданию стягивают спецназ и автоматчиков. В помещении вооруженный гранатами и пистолетом мужчина. Есть ли заложники полиции, неизвестно. Через полтора часа из захваченного здания выносят раненого. Спустя 10 минут полиция входит в здание. В одном из кабинетов находят труп. Погибший предприниматель и депутат облсовета от Батьковщины Сергей Гура. Он скончался от двух проникающих ранений в грудь и в голову. Рядом с телом две гранаты, патроны и пистолет ТТ. При спецоперации работники полиции не застосовывали вогнепальную зброю, хотя мало на все подставки. И причина отримания ушкоджений, как и у человека, будет связана следствием. Раненым мужчиной оказался бывший охранник Сергея Гуры Николай Гончар. По версии полиции, именно он и убил депутата. Со вчерашнего вечера Гончар находится в больнице под усиленной охраной. Вчера комментировать его состояние врачи отказывались. Сегодня сообщили, с пациентом все в порядке. Но по информации из наших источников, у Гончара проникающее ранение от пули из травмата в область затылка. В полиции эту версию пока не комментируют. Сегодня Гончару предъявили обвинение в умышленном убийстве. Но пройти к нему в палату не могут даже адвокаты. Не на камеру адвокаты сообщили. Вопросов по делу много. Тело Сергея Гуры нашли в кабинете. Раненого Гончара в коридоре на выходе из здания. Вероятнее всего, что во время перестрелки там был и третий человек, который стрелял в нападающего. Но о травматическом оружии в полиции ничего не говорят. Соседи погибшего депутата по офису тоже ничего не видели. Мы в пятом часе закрыли, сдали на охрану, перемещали. И все, больше никого тут не было. А подии отбились уже поздно. Мотивов для убийства депутата Сергея Гуры может быть много, уверены однопартийцы. Погибший имел оппонентов не только в бизнесе, но и в политике. Я не знаю, политично это или не политично. Но то, что это происходит посреди белого дня в центре города, это вещи непрепустимые. Кто убил Сергея Гуру и кто мог ранить его, вероятного киллера? Ответы на эти вопросы можно было бы получить из видео с камер наблюдения над кабинетом депутата. Но о наличии таких кадров в полиции пока не говорят. Не говорят в полиции и о том, что делать с этой тенденцией. Рост преступлений с применением оружия. Такое ощущение, что не бывает уже и недели без новостей о громких убийствах и нападениях. Часто даже с политическим подтекстом или на почве личной ненависти. Вот вы вдумайтесь, по самым скромным подсчетам в Украине около 5 миллионов нелегальных стволов на руках. А сколько гранат, подсчитать невозможно. И этот арсенал регулярно выстреливает. Как изменить ситуацию, выясняла Елена Зорина. Сообщение о взрывах гранат или выстрелах чуть ли не каждую неделю. Подошел, сказал, что люблю и буду любить и бросил в окно гранат. Это не сводки из зоны конфликта. Здесь до окопов далеко. В феврале этого года Никополь. Покушение на депутата горсовета. В его сторону летят сразу две гранаты. Шарахнуло так, что вас подкинуло. Рова там, б***ь! Март. Окраина Киева. Гранату забрасывают в салон автомобиля, где находятся избушники. А это уже центр столицы в апреле. Из гранатомета обстреливают здание одного из застройщиков. Лежит отстреленный тубус с РПГ-18. И вот один из последних случаев. Село Лесная Торновица Ивано-Франковской области. А тошник, приревновавший жену, бросил гранату. Пострадали девять человек. Выбегли всю дверь. Он тоже выбег на дорогу, там, блядь этого кафе. И там он же вроде чеку выдернул. В криминальных разборках и даже бытовых ссорах. Почему украинцы все чаще берутся за оружие и слышат разрывы гранат? И откуда все это? Конфликт на Донбассе вывел Украину в лидеры рынка нелегального оружия в Европе. По оценкам экспертов, сейчас по стране гуляют около пяти миллионов стволов. То есть вооружить можно каждого восьмого украинца. О гранатах и вовсе умалчивают их. На Востоке, как говорят, на пачку сигарет меняют. Объявление о продаже оружия и боеприпасов можно найти в интернете. Без разрешения и лишних вопросов вам продадут все, что захотите. За автомат Калашникова, к примеру, просят около 20 тысяч гривен. Пистолет Макарова можно купить за семь. Гранату за полторы. Доставка через курьерские службы или закладки. Проблемы в покупке стрелкового оружия или взрывчатых веществ вообще не представляют сложности на сегодня. Очень много неучтенного оружия. Вполне возможно, что существуют схроны, где идет накопление этого оружия. Почему? Потому что оно вывозилось довольно большими партиями, особенно в первые месяцы боевых действий. Тайники с оружием находят регулярно в заброшенных зданиях, лесах и гаражах. Автомат Калашникова. Как оружие из зоны боевых действий оказывается в руках гражданских? И как появляется так называемая неучтенка? Схем немало. Вот, к примеру, как можно присвоить автомат. Составляется акт, три подписи и автомат считается списанным. Должна быть в качестве доказательств. Раньше требовали какую-либо деталь, потому что все детали на автомате идут номерные. Сейчас в связи с более активными боевыми действиями достаточно акта на списание. Трофейное оружие, захваченное в ходе боя, тоже должно сдаваться на склад РАП и учитываться. Но его можно не сдать. Можно припрятать где-то в посадке, в кустиках, а потом вечером прийти и забрать. Но вывезти автомат или пистолет сейчас проблематично, убеждает волонтер Виталий Дейнега. Именно его фонд передавал военной службе правопорядка металлоискателей, чтобы обыскивать военных. Другое дело – гранаты. Разрывы во время боя, как правило, не считают. Зброя записывается в войсковый квиток. Відповідно, там номер пистолета, там номер автомата – это все в войсковом квитке. Вы можете в результате в конце службы сдать автомат с этим номером, там и пистолет с этим номером. А граната, она как патрон. То есть ее можно взять и спасать на боевые действия. Как обезоружить украинцев? Волонтер уверяет, только усиление контроля правоохранителей в зоне боевых действий может дать результат. А вот в ассоциации владельцев оружия говорят, нужно просто убить спрос на нелегальные стволы. Для этого принять закон об оружии. Впорядкувати все те, що може знаходитись на цивільному ринку. Тобто все те, чим людина може володіти. Пропонуємо визначити, з якого віку, після якої процедури навчання, за умови знання яких заликів, де придбання. Це головне. Що може придбати? Но закон уже четвертый год пылится в парламенте. И принимать его депутаты, очевидно, не спешат. Пока можно пойти другим путем. Все, что есть на руках, выкупать. Кабмин має затвердити тарифы, за якими кожен, хто хоче, може принести гранату в відповідный подрозділ Министерства внутренних справ и сказать, вот я знайшов. Будь ласка, скільки там за тарифами? Стільки. И никто не має опитати, де він її знайшов. І покарати його неможливо, чому? Тому що він же ж не використав її. Волонтер Сергій Хлебосолов как раз этим і займався. Выкупав у людей оружие за собственні деньги і здававав правоохранителям. Так потратил около 60 тисяч гривень. 500 гривень за все взрываючість, то есть предполагали гранати. І 5 тисяч за все встріляючі. Внесли только гранати, 4 гранатомета, около 7 тисяч патронів люди здали. Він живет в Старобельске, це в 100 км от оккупуванного Луганська. Скільки здесь оружія на руках, можна только догадываться. Не було денег на тебе гранату, защитиш свою сем'ю. Здесь було страшно в 2014 році, особливо по ночам. І на глазах потихонечку це розходилося. За три місяці Сергій собрал і здавав цей арсенал. Більше сотні гранат, міни, гранатометы. Але далі ініціативу порекомендували свернути. Через знакомих мені сказали, що я сую свій нос, куди мені не потрібно. Вмісті з кількістом нелегального оружія в Україні вирішується і число тих, хто хочеть научиться вполне легально этому противостоять. Все чаще українці йдут в тир. Обичні нормальні граждані, у котрих немає судіності, які хочуть нормально, спокійно жити, вони хочуть научитися просто оборонятися. Учити те, що твориться на Донбассі, то есть багато оружію заходить сюди. І этому можна і потрібно як-то противостоять. Рецепт на государственному уровні тоже понятен. Вот только прислушаются ли к нему, щоб навести порядок в цьому вопросі, чи продолжат точечну борьбу. Елена Зурина, Ігорь Левинок, Мариана Бурякова, Іван Єрмаков і Вадим Ревун. Подробності недели – телеканал «Интер». Це подробності недели. І ось о яких темах ми будемо говорити далі в нашій програмі. Битва за землю. Сможе ли Європа заставити Україну відкрити ринок сельхозземлі? І які ризки несет торговля цим стратегічним товаром? Суррогатний градус. Як вирос ринок поддельного алкоголя після подорожання спиртного? І скільки людей вже стали жертвами фальсификата? Шкільний газоват. Хто стоїть за масовым отравлением дітей в учебних учреждениях? І як остановити цю тревожну тенденцію? Після висення пленарна неділа вже почти «почти исчерпала» фантазію народних депутатів. Чого вони вже не розказували по тему антикоррупціонного суда. Залишли до сравнений уже даже с наркотиками. І в той момент, коли показалось, що все аргументы ісчерпані, політики решили просто тянути вір eme. Чем це все закончиться? І главное, когда? Ответа искала Екатерина Лысенко. В предыдущую пленарную неделю они закончили на кадровом вопросе и переизбрании членов ЦИК. Но на нынешней эту тему отложили и все силы бросили на антикоррупционный суд. В понедельник в Украину приехал десант международных партнеров, в том числе из Венецианской комиссии. Под их личным надзором и даже параллельно по скайпу с представителями МВФ согласовывали поправки к документу. Главный спор вокруг одной единственной поправки о роли Совета международных экспертов при отборе кандидатов в суде. Западные кредиторы Украины настаивают, чтобы последнее слово было за экспертами. Блок Порошенко, чтобы их вето могла преодолеть высшая квалификационная комиссия судей. Какой количество голосов должно быть принято это решение. Чи это будут две клетины от общего заседания, чи это, возможно, будет четыре-пятых. Потому что, чтобы ни ВККС, ни Рада международных экспертов не смогла это решение принять одноосердно. МВФ использует политический площадок для того, чтобы терминовать формально следующий транш. Наши коллеги по парламенту виключно используют политический пиар на предоте следующих выборов. Они думают, как вграть МВФ, как их дурить. Но там не дурные люди сидят. Там есть жесткая треба. Полная, безумовно, в этом международных организациях. Блок Порошенко уверяет, их фракция за принятие законопроекта, но на своих условиях. И аргумент здесь Конституция. Мол, если международные эксперты будут решать, кому быть судьей, а кому нет, то это противоречит основному закону Украины. Первый же коррупционер, который будет осужден этим судом, пойдет в Конституционный суд, говоря о том, что этот суд создали не украинцы, а кто-то другой. И таким образом мы можем просто потерять все то, что два года мы к этому шли, к Антикоррупционному суду. Или первый судья, которого не пропустят на должность Антикоррупционного суда, если это будет сделано полностью руками иностранцев, то пойдет обжаловать это в Конституционный суд. И даже перспектива не получить очередной транш от МВФ, похоже, БПП не пугает. Украине сегодня нужно около 7-9 млрд долларов, чтобы покрыть те государственные бурги, которые уже есть. Если не подойдет транш, то Украина и украинский уряд будут вимушены позичать капиталы, чтобы эти деньги где-то отримать, например, на рынках Азии, совсем под другую ставку. Иде, знаете, такой шантаж, как шантажуют, знаете, наркоманы. Доза – это финансовое влияние. Они хотят только в том виде, что они хотят. Там есть куча аргументов. Говорят, что если вы не получаете деньги от нас, вы получаете агрессию от России. Есть куча разных аргументов. Кому звонят и говорят, что у вас будет аннулирована виза. Кому скажут, что вы будете втрачать властности за кордоном. Если МВФ не захочет дать этот транш, то он его не дает. И это будет позиция, в том числе, какая-то четко сформулирована по поддержке Украины. Нам бы этого не хотелось. Но мы не можем на шальки Терезьев ставить правильный закон. Мы же этот закон голосуем не для международных партнеров. Мы его голосуем для Украины, для украинцев, для того, чтобы реально побороть коррупцию. Поэтому форма сотрудничества Конституционного органа, высшей квалификационной комиссии судей и, по большому счету, не Конституционного, а допоможного Рада международных экспертов, сейчас выписывается. В конце недели формула сотрудничества так и не появилась. Консультации снова переместились за закрытые двери, а финальное голосование отложили на неделю. Те вопросы, которые все еще потребуют узгоджения, которые все еще потребуют как раз финального так или финального ні от наших международных партнеров, все это выясняется на конец термин голосования. Что касается нашей фракции, то сразу хотел бы сказать, что мы будем поддерживать этот законопроект. И это есть четкая позиция и президента Украины, потому что, снова, много людей забыли, а кто инициатор этого законопроекта? Инициатор этого законопроекта – это президент Украины. И если блок Порошенко обещает дать голоса, то остальные фракции похожи в раздумьях и будут определяться в зависимости от парламентских торгов. А вот кто точно против документа, так это оппозиционный блок. Наша позиция не изменена. Мы считаем, что вся судовая реформа должна быть реформована, а выделение окременно взятого, будь то справедливого суду, и оставить всех и все другие не реформованы, не переформатованы – это неправильно. Мы не будем голосовать за этот закон. Сегодня нет общей позиции между БПП и Народным фронтом, и они затягивают, рассмотрим право, затягивают внесение закона в суд. Боятся, что провалят, и будут выглядеть совсем ничемными перед захватными партнерами, которые требуют принятия этого законопроекта. Но это свидетельство о колоссальном уровне недоверия к руководству сегодняшнего государства с боку захватных партнеров, которые надают кредиты. Нет политической воли для борьбы с коррупцией, и откуда все проблемы. Потому что суды – это инструмент. Это как молоток в руках у человека, который, если хочет, забьет гвоздь этим молотком, а если не хочет, он его загнет. Что будет в финальной версии документа, по-видимому, загадка для всех фракций. Для интереса к законопроекту наглядно показал процесс рассмотрения поправок. Все три дня в зале, похоже, были только авторы замечаний. Остальные нардепы решили себя не утомлять. Екатерина Лысинга, Иван Ермаков, Вадим Сферидонов. Подробности недели. Телеканал Интер. Об антикоррупционном суде говорили сегодня во время заседания Национального инвестиционного совета. Это большая встреча руководителей государства с топ-менеджерами ведущих международных компаний, работающих в Украине. Конечно, собрались они все не для того, чтобы присоединиться к уже затянувшейся парламентской дискуссии. И своих-то тем хватает. Это приватизация, защита интеллектуальной собственности, бизнес-климат. Но все-таки главный вопрос для инвесторов – это борьба с коррупцией. Мы приняли решение создать антикоррупционный суд. Две тысячи поправок народные депутаты подали к этому законопроекту, из которых, мне кажется, 1200 поправок к президентской законопроекту были отхилены. Я надеюсь, что следующий месяц будет исторический момент, когда Верховная Рада будет иметь возможность принять этот законопроект в целом. Народные депутаты уповольняют процесс. Но я хочу наголосить, что моя политическая воля поляга в том, чтобы по этой новой институции было принято решение. Этой новой судовой институцией будет. В червне месяце Украина должна и проголосовать, и я должна подписаться этот важный законопроект. Итак, каким будет антикоррупционный суд в Украине? И будет ли вообще? Обсудим с Ириной Луценко, представителем президента Верховной Рады. Она гость подробностей недели. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что нашли время. Ирина, начну с вопроса, который задаю уже не первую неделю представителям коалиции в этой студии. Вы верите, что на следующей пленарной неделе депутаты проголосуют за антикоррупционный суд? Я думаю, что это будет в четверг, 7 червня. Почему? Что придает вам такую уверенность? Мы уверены в том, что динамика рассмотрения поправок, которые идут, а сейчас вы видите процесс использования возможности отстаять свои поправки или не отстаять членам любой фракции для того, чтобы проговорить этот момент, что он также дотичный к созданию антикоррупционного суду. На 99% даю гарантию, что это будет принято 7 числа. По динамике мы думали в вторг, но выяснилось, что даже те, которые отхилены, депутаты, хотят проговорить в зале как свою дотичность. Мы вышли на derecho о всех, мы решили только две третих сов��면 международных экспертов и 16 представителей высшей квалификационной комиссии. То есть, если будет совместительное сnings по каких-то кандидатах, это будет 23 человек. Это будет совместительное решение. Это будут две трети голосов, частина международных экспертов и частина высшей квалификационной комиссии. То есть право абсолютного вета международным экспертам вы не дадите? Не будет, потому что это будет идти в разрез с Конституцией Украины, оскільки это украинский орган, оскільки Конституция Украины предпочитает участь в высшей квалификационной комиссии. Про это прямо написано в законе про суд и судоустрой, как закон на Конституции. Ирина, не могу не напомнить мнение кредиторов. Они хотят абсолютное право вета. Я думаю, что кредиторы зрозумевают правильно понимание этого вопроса. швидше всего будет схильность до 4-5. Хорошо. Вы затронули тему конституционности этого решения по поводу права вета. Но многие сейчас эксперты и политики говорят, что само создание антикоррупционного суда может быть расценено как антиконституционное. Смотрите, в Конституции Украины у нас прописано, что создание специальных судов у нас запрещено. Это, в принципе, будет специальный суд. Касательно того же вета, его в любом виде, 2-3, абсолютный вета, его тоже, в принципе, можно обжаловать в Конституционном суде. Как быть с этими рисками? 125-та статья Конституции, первая часть передбачает, что могут быть созданы специализированные суды. Закон про суд и суду устрий каже, что среди специализированные суды может быть созданы 2. Это прямо записано в законе про суд и суду устрий. Это специализированный суд по рассмотрению вопроса защитной интеллектуальной собственности и специальный антикоррупционный суд. В принципе, этим законом, который мы сейчас рассматриваем в зале, прописано его юрисдикцией. То есть, сколько на начальном этапе будет судов, какие статки Криминального кодексу, это 23 статки, какие избыточки, от которого минимум будут рассматриваться справы. Четко визначена категория посадовых осіб, ну, не пофамильно, а по посадно. То есть, четко идет в понимании 17 статки закону про суд и суду устрий и первой части 125 статки Конституции. Это не специальный суд, это специализированный суд. Есть признаки специализированного суда. То есть, этот момент обошли. И все эти элементы такого специализированного суда дотриманы. Ирина, к сожалению, в нашей стране создать что-то не означает, что это что-то сразу же заработает. Привожу пример с Госбюро расследований, которое создано, но, в общем-то, в прошлом нашем эфире мы показывали, в каком оно состоянии работать оно физически просто не может. Есть ли у коалиции и администрации президента четкое понимание, когда может реально заработать, не на бумаге, антикоррупционный суд в Украине? Четко процедура, как мае відбуватися с моменту, когда президент подпишет этот закон про антикоррупционный суд, четко визначена процедура. Например, в законе про суд и судоустрий 25 дней собираются заявки от людей, которые хотят претендувать стать кандидатами. Три месяца происходит отбор и переверка этих данных. Потом три месяца заседает высшая квалификационная комиссия и международные эксперты. Через три месяца происходит их отбор, экзамены, они там проходят на соответствующие знания. Я не буду углубляться, у нас мало хвилин. На все про все приблизно девять месяцев. С момента, когда подпишется закон, я думаю, где-то приблизно через девять месяцев он будет создан. То есть в лучшем случае, а не раньше весны следующего года? Я думаю, что это будет травень наступного года. Начнем мы с 35 судов. Если нужно будет, то высшая судовая администрация, по потребам, если будет много справ, с больших их там, соответственно, в пропорции. Ирина, сейчас... Вот смотрите, спорим мы об антикоррупционном суде уже не первый месяц. И вообще вот сейчас в топ-повестке обсуждений политиков, да, и СМИ отечественных в основном борьба с коррупцией, какие-то политические вопросы, но все меньше, к сожалению, говорят о вопросах социальных. Парламенту на этой сессии хватит времени и желания решить хотя бы хоть какие-то из них. Я приведу примеры уже законов, которые рассмотрены и в другом читании. Это дополнительный статус и защит наших участников антитеррористической операции. Уже полностью сформированы и на рахунках администрации лежат деньги. С травмения месяца, я думаю, что с червня, начнется уже построение амбулаторий, закупивание соответствующей специальной техники, соответствующей для сельской медицины. Вы знаете, закон про сельскую медицину, про который мы голосовали в конце грудня. Кошти есть. Начинается вся эта работа с червня месяца. Принято несколько законов, связанных с улучшением ситуации с элементами в Украине. Приняты законы, которые дают возможность безкоштовно проходить медичную и психологическую реабилітацию участников АТО. Улучшена ситуация с социальным обеспечением внутрично перемещенных людей. Сейчас, кстати, идет разговор о том, чтобы отрывать пенсии от их статуса. В парламенте проводятся перемоги о том, чтобы им отдать социальное житло или нет. И такие законы зарегистрированы. Как минимум, эта низка, этих 8 законов, уже принятых, и которые рассматриваются до второго читания, до конца липня, а мы будем работать до конца липня, даст возможность продолжить рассматривать этих социальных вопросов. Не забывайте про то, что президентом Украины сказано, что если мы увидим на 9 месяц работы доходной части бюджета, то может быть такая ситуация, что минимальная зарплата может быть увеличена до 4100. На выходе уже узгодженный законопроект по пенсии військовослужбовцам и тем, которые приревнены нацгвардии, и тем військовослужбовцам, которые служили раньше. Я вам даю низку тех законов, которые уже, начиная с середины червня месяца, социальных законов будут работать. А закон это, в общем-то, хороший, главное, это моя ремарка, последняя, чтобы на них хватило у депутатов времени. Не только часу, кошки в бюджете закладены. Как следующая неделя, я могу спрогнозировать, пленарная, точно она будет посвящена большей части, наверное, все-таки еще торгам и спорам по поводу антикоррупционного суда. Но я бы все-таки заакцентовала увагу, что если этот суд будет проголосованный и созданный, то борьба с коррупцией даст возможность сэкономить набагато больше денег, а тогда наши социальные вопросы можно будет решать больше полно. Поэтому это очень взаимоповязанные вещи. Будем надеяться, что тогда, ух, да заживем наконец-то. Спасибо вам за этот разговор. Ирина Луценко, представитель президента в парламенте, отвечала на мои вопросы, говорили о создании антикоррупционного суда и его перспективах. Спасибо, Ирина, что нашли время. Ну, а мы с вами затронем еще один аспект дискуссии об антикоррупционном суде. А где он, собственно говоря, будет находиться? Сколько будут зарабатывать судьи? И не придется ли потом создавать еще и второй антикоррупционный суд? Ну, чтобы судить антикоррупционных судей из первого. Давайте посмотрим. Парламентская классика. Тысячи поправок и поправки к поправкам. Но все же, хоть и под таким грузом замечаний, лед тронулся. После многолетних разговоров депутаты приступили к финальной серии эпопеи создания антикоррупционного суда. Казалось бы, и работы много. Но основная проблема не в количестве правок, а в главном спорном моменте. Кто будет иметь решающее влияние на отбор судей? И по этому вопросу пока не договорились. Хотя большую часть моментов относительно состава суда и его полномочий утрясти удалось. Мы прибрали требования о том, что опыт работы в межурядовых антикоррупционных организациях, международных антикоррупционных организациях, ЕСПЛ, потому что таких людей тяжело найти. Это будет 35 судей. Каждый из них будет иметь гарную зарплату в среднем этих 8 тысяч долларов. И все они будут сидеть в коллегиях, так называемых трех. И сейчас даже говорится вариант о том, чтобы эти трех. Его еще нет, но где он будет находиться уже известно. Антикоррупционный суд должен работать в Киеве, заниматься делами политиков и топ-чиновников, которых подозревают во взяточничестве. Вы в центре, то есть депутаты, это руководители центральных органов влады, это министры, соответствующие главы администрации, соответствующие руководители больших корпораций, государственных предприятий. Их достаточно много. Сегодня нужно поставить последнюю жирную крапку в формировании органов в борьбе с коррупцией в нашей стране. И эта крапка будет точненько на лобе у Рабиновича. И он, поверьте, будет первым, кто будет покаран антикоррупционным судом. Рабинович идёт по этапу, а не на параметские выборы. Есть все абсолютно основы, абсолютно все аргументы и все доказы для того, чтобы вважать Вадима Рабиновича винным у тех злочин, которые он скроет и которые подпадают под нормой антикоррупционного законодательства. Список дел для антикоррупционного суда уже и так немаленький. Это и фигуранты Янтарного дела Борис Разинблат и Максим Поляков. Пока в их деле прогресс идёт медленно. Набу и САП уповают на антикоррупционный суд. Мол, без него и работают в холостую. Украине нужно создать антикоррупционный суд. Без остаточных решений по тем справам, которые на слуху, сенсу работы антикоррупционных органов просто не будет. Но вот когда появится антикоррупционный суд, а тем более, когда будут первые вердикты, большой вопрос. Ведь некоторые органы у нас существуют, но они функционируют. К примеру, ГБР, который из-за проволочек депутатов заработать никак не может. Но станет ли этот суд универсальным рецептом спасения от коррупции в Украине? Сомнительно. Вообще антикоррупционные суды – это не повсеместная практика в мире. Хотя такие органы есть в 20 странах. В Европе, в Словакии, Болгарии и Хорватии. А также в Мексике и в ряде азиатских и африканских государств. В Кении, Уганде, Пакистане, Филиппинах, Таиланде. В каждом случае действует особая модель. Но все с переменным успехом. А вот где борются с коррупцией более чем успешно, так это в Румынии. Там сперва провели перезагрузку всей судебной системы. Это хоть и долго и дорого, но игра стоит свеч. Ведь пока ущерб от коррупции в Украине измеряется даже не сотнями миллиардов гривен. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, Вячеслав Медведев. Подробности недели. Телеканал Интер. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман побывал с большим рабочим визитом в столице Евросоюза, Брюсселе. Два дня переговоров. Встречи не только с еврочиновниками, но и с руководителями европейских финансовых институтов. Сегодня Владимир Гройсман участвовал еще и в международной конференции о роли украинской газотранспортной системы для энергобезопасности Европы. Эксклюзивно для подробностей недели. Премьер-министр рассказал об итогах своего визита. Разместованные разговоры, обговорение нашей подальшой сотрудничества, окреслили планы взаимодействия. И я хочу сказать, что я доволен поддержкой, которую я слышал сегодня. И тем, что Украина на порядке в день на Европейском Союзе. И есть полная готовность подальшой нашей поддержки. И что касается международной арены, что касается искусств нашей безопасности и восстановления территориальной ценности, так и співпрации касательно экономических вопросов, обмену инвестиций. У нас сегодня есть добра, позитивная двусторонняя торговля. И мы должны поглибливать эти взаимоводносы. Поэтому все вопросы обговорились с президентом Европейской Ради, с президентом Европейской комиссии, с вице-президентами. Также мы подписали несколько угод, которые важны для надежного энергопоставления для регионов Украины. И также, которые дают ответ на поддержку нашей программы урядовой щедо безопасности дорожнего движения. У нас есть финансирование 75 миллионов евро на ряд мест Украины, поэтому визит прошел достаточно продуктивно. На всех встречах произошло вопрос о создании, возможно, скорее всего, антикоррационного суда. Вы знаете мою позицию, я полностью это поддерживаю. Вважаю, что это возможно на 5 или 7 червня осуточное ухваление решения. И вселяко обратюсь к народным депутатам Украины щедо объединения вокруг этого решения. Это очень мощный будет крок щедо завершения формирования антикоррупционной инфраструктуры и восстановления справедливости в стране. И этого от нас ждут украинские граждане. Кроме того, это будет очень мощный сигнал для наших международных партнеров, в том числе и для поддержки инвестиций в Украину. Потому что тогда, когда инвестуют в экономику нашей страны, мы должны дать очень четкие правовые инструменты защиту этих инвестиций. И это принципово важливым сегодня. Также мы говорили и про макрофинансовую поддержку, которая необходима сегодня в Украине, чтобы бороться с своими экономическими вопросами и проблемами. Но вместе с этим мы говорили про достаточно хорошие сигналы от национальной экономики, что до увеличения более 3%. Это тоже означено в Европейском Союзе как такой очень хороший сигнал. Я считаю, что в интересах Европейского Союза и граждан европейских страны есть полная сегодня зупинка и защита строительства этого геополитического оружия, гибридного оружия, который сегодня пытается реализовать в виде проекта «Певничного потока-2» Российской Федерации. Это вопрос безопасности. И тут Европейский Союз должен очень четко и принципово держать свою позицию. Я благодарю польским партнерам за такую очень решительную позицию. Безусловно хочу благодарить американским партнерам. Они все это понимают, чувствуют и обеспечивают достаточно твердую лидерскую позицию. Это не коммерческий проект доставки газа. Это оружие, которое хочет использовать Россия против суверенных, демократичных европейских стран. Редактор субтитров А.Семкин А вот как сами представления и скорость их обработки в Верховной Раде прокомментировал Александр Вилку. Ни для кого не секрет, что власть пытается что-то на меня накопать или сфальсифицировать. Последние уже пять лет проверили под лупой, под микроскопом каждую мою подпись. Но теперь через пять лет нашли какую-то мою подпись за 2011 год. То есть я себя виновным точно не считаю. Кому было страшно, те давно уже живут где-нибудь в Европе или в России. Это не более чем попытка оказать на меня политическое давление. Меня беспокоит одно, что максимальное давление на меня будут пытаться оказать через мою семью, моих родственников, моих друзей. Да, меня, конечно, беспокоит, что они с вами кованными сапогами будут ходить по кровати моей 70-летней матери. Но все равно я точно не согнусь и буду бороться дальше до победы. Репрессиями против политических оппонентов назвал появление вот таких представлений Верховной Раде Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Полицилы. Бойко говорит, что вот так власть отвечает на критику и обещает сделать все, чтобы защитить коллег по парламенту. Эпидемия отравлений в украинских школах. Сотни детей пострадали, десятки побывали на больничных койках и даже в реанимации. Родители взволнованы, чиновники обещают усилить охрану школ, а впереди школьные линейки и выпускные. Могут ли повториться массовые отравления и кто должен отвечать за уже случившееся? Обсудим в следующей части нашей программы сразу после рекламы. Битва за землю. Сможет ли Европа заставить Украину открыть рынок сельхозземли? И какие риски несет торговля этим стратегическим товаром? Суррогатный градус. Как вырос рынок поддельного алкоголя после подорожания спиртного? И сколько людей уже стали жертвами фальсификата? Школьный газоват. Кто стоит за массовым отравлением детей в учебных учреждениях? И как остановить эту тревожную тенденцию? Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. Мы возвращаемся в прямой эфир. Эпидемия отравлений в украинских школах. Сотни детей пострадали. Десятки побывали на больничных койках и даже в реанимации. Родители взволнованы. И чиновники обещают усилить охрану школ. А ведь впереди торжественные линейки и выпускные. Могут ли повториться массовые отравления? И кто должен отвечать за уже случившееся? Разбиралась Ольга Теребинская. Идти или не идти. В Черкассах родители ломают многолетние советские традиции. И не хотят пускать детей на школьные линейки. Мол, безопасность дороже учебных формальностей. В нашей школе, допустим, такие меры предосторожности, как пытаются привлечь родителей, чтобы они дежурили зато на линейке. Как бы не совсем вижу в этом смысл. Ну что, что, плохо станут сразу всем и будет хорошо? У меня завтра награждение за Олимпиаду по астрономии. И я все равно не пойду, потому что полностью маму поддерживаюсь. Все из-за серии отравлений. А началось это тут, в Черкассах. 8 мая во время линейки ученики 8-й школы массово начали терять сознание. На ухудшение здоровья пожаловалось почти 100 человек. В больницу попали 55 детей и четверо взрослых. Это уже Новомосковск в Днепропетровской области. В тот же день на линейке 20 детей пожаловались на тошноту и головокружение. 11 мая в Павлоградской школе эвакуировали почти 700 учеников из-за подозрительного запаха. Подобная ситуация произошла и в Николаеве. Уже на этой неделе около 30 попали в больницу, двое даже в реанимацию. Мы почувствовали, что нам пошел, как говорится, в горло газ. И нам стало, как говорится, плохо дышать. И начали кашлять. Дерво в горло. Последний случай 22 мая в Харькове. 35 детей попали в больницу, в реанимацию четверо. Слышал острый запах перца. Когда только учил запах, начало в голове кружиться, точните, и горло першило. Попередние данные говорят, что это возможно, побутовый перцевый газ. Перцовый газ, скорее всего, использовали и в школах Павлограда и Николаева. По крайней мере, об этом говорят эксперты. Но вот что распылили в Черкассах, непонятно до сих пор. Повторые результаты были переданы киевским лабораториям. Но, насколько я помню, это анализы детей, а не анализы грунта или воздуха. И так же в Киеве их исследуют немецкие, я не могу сейчас назвать, но немецкие лаборатории. Мы ждем с нетерпением, потому что хочется знать, от чего пострадали наши дети. Что это было? Серия провокаций, диверсий или опасное подростковое баловство? Полиция пока не говорит. А проблемой заинтересовались и в Кабмине, и в парламенте. Мы бы очень просили Кабинет Министров организовать ведущую группу, между ведущую координационную раду, для того, чтобы выпрацовать механизм реагирования на такие выпадки. А выяснить это очень просто. Проводим эксперимент. Без помощи СБУ и нацполиции за считанные минуты заказываем газовый баллончик в интернете. Документы никто не просит. Ценовой диапазон от 60 до 200 гривен. Рекламщики даже подскажут, какой баллончик нужно приобрести, чтобы при обыске его никто не обнаружил. И пока СБУ, полиция и киберполиция выясняют, хулиганы это провокаторы или очередная игра синий кит, в Минобразование последние звонки и выпускные решили не отменять. Ничего скасовывать не нужно. Никаких порушений при том не было. Никаких порушений при проведении линейки не было. Почему скасовывать линейки? Знаете, когда выпадает волосся, хочется рубить голову. Ну, почему так делать? Краще, когда выпадает волосся. Нужно вырисовать проблемы по-людски. Конечно, мы будем посыливать заходы безопасности. Столичные власти еще вчера заявили, в учебных заведениях Киева усилят охрану и ограничат доступ посторонних лиц. Также повысит контроль за пропускным режимом, чтобы в школу не попадали ядовитые или взрывоопасные вещества. Мы решили проверить, насколько же усердно охраняют наших детей. Вооружившись рюкзачком и абсолютно не скрытой камерой, мы сегодня попытались зайти в несколько школ столицы. Те, которые в центре, они там постоянно спрашивают, что, куда, к кому, и попасть туда внутрь практически нереально. А школы в спальных районах здесь практически никто не следит за тем, кто заходит на территорию школы. Внутрь школы ты можешь абсолютно свободно бродить, полностью изучить все, что тебя интересует внутри. Я хожу тут с телефоном, снимаю детей, меня можно очень легко сейчас поймать, но меня видели уже несколько учителей, и никто ничего не сказал, потому что что? Потому что я, в принципе, похожа на школьница. Несмотря на все опасения, сегодняшний последний звонок прошел спокойно. Но впереди экзамены и выпускные. И главное, чтобы эти газовые атаки не стали удобным способом срывать учебный процесс. Ведь серия отравлений очень напоминает новомодное подростковое хулиганство. Виновных не нашли, улики испарились. Ольга Тербинская, Станислав Кухарчук, Светлана Шикера. Подробности недели, телеканал Интер. Может быть и вправду стоит взять и отменить хотя бы линейки в школах, чтобы не подвергать детей опасности? Этот вопрос мы зададим нашему гостю. Иван Никоберник, советнику министра образования Украины. Советник это такая позиция, которая позволяет точно знать, что происходит в министерстве, но говорить больше, чем чиновник. Правда, Иван? Думаю, так. Спасибо, что пришли. Вот вы верите, что только за счет одного усиления мер безопасности в школах можно предотвратить последующее возможное отравление? Возможно, стоит сейчас какие-то еще другие превентивные мероприятия провести в школах? Министерство освяти и науки, воно, звісно, не может отвечать за безопасность на местах. Это ответственность местной влады. Но министерство все же разъяснило листа до всех школ, до всех управлений освяти, чтобы обратить внимание на эту ситуацию и использовать дополнительные мероприятия. Но мы считаем, что такие вещи, на самом деле, потребуют профилактики. Такие вещи потребуют постоянной работы. Не один раз, когда вышел сюжет на телебачене, а постоянной работы с школами, с их родителями, про заходы безопасности, про заходы понимания и поведения на массовых акциях. Дети должны про это знать, дети должны понимать, что это часть их жизни. Особенно, враховываясь в том, что мы живем в Украине, которая воюет, на жаль, мы должны быть уверены того, что разные инциденты происходят, в том числе и на улицах. И это означает, что все мы должны знать правила безопасности, должны знать правила поводжения с неведомыми пакетами. И это так же мают вчители доносить до ученей. Важно отметить еще один момент. Дуже важно быть нашими спальниками, так и журналистами, засобами массовой информации и не нагнедать заявою панике. Профилактика, объяснение – это важно. Но давайте честно сообщать о масштабе того, что случилось. Судячи с сообщений полиции, два последних случаев – это был працевый газ, из банальных газовых баллончиков, все схоже на то, что кто-то таким образом хотел уникнуть контрольную или чего-то другого. Поэтому мне кажется, что таких случаев точно могла бы обеспечить профилактика. Ивана, в последнее время к вашему ведомству очень много вопросов. Я бы их назвал сезонными. Заканчивается учебный год, начинаются вступительные экзамены в ВУЗы, родители первоклассников будущих начинают думать о том, какую школу выбрать. И вот давайте обсудим реформу средней школы для начала. Очень много споров было вокруг идеи набирать школы по прописке, а оставшиеся места разыгрывать, грубо говоря, в лотерею. Вам не кажется, что здесь очень много спорных вопросов, как для родителей, так и для самих школ? Давайте, по-перше, погодим, что прописки не существует. Иснует реестрация. И тут сущевая разница. Бо прописка – это когда государство давала дозвіл жить на певной территории. А реестрация – это когда человек просто поведомляет государству, где она живет. Дело в том, что территориальное закрепление территорий за школами существовало завжди. И оно было в том числе прописано в законе. Всі школы имели закрепленную территорию. Инше питание, что отдельные школы позволяли себе не выполнять этого, влаштовывали конкурсы, незаконные проверки знаний детей при вступе в первый класс. И конкурсы так же можно было уникнуть, если кто-то мог позвонить директору, или кто-то мог бы занести конверт. Чи была эта система справедлива? Ні. Чи можно было оставить эту систему, если начинается большая реформа новой украинской школы? Ні. Именно поэтому был выбран тот способ, который используется в большинстве стран, которые имеют развиванные общественные системы. Например, в странах Европейского Союза 84% страны имеют территориально закрепленные школы. И при этом в 66% страны этот принцип значительно жесткий, чем сейчас предложено в Украине. Иван, я все равно не понимаю, почему чиновнику, который может позвонить директору школы и приказать что-то там, взять не того ребенка, почему ему не сделать это сейчас? И все ли директора сейчас закроют глаза на конверт, который им все равно принесут? Дивите, регистрация... И тогда они закроют глаза на регистрацию. Ну, по-перше, это порушение криминального статей, статей криминального кодексу 358, использование заведомо подложенного документа. По-друге, эти документы должны надаваться, и они должны в школе их копии сохранить. Поэтому, мне кажется, что мы говорим про достаточно серьезные вещи. То есть, директоров школ проверять будут? Вот почему я веду. Снова же таки, Министерство освіти не имеет ни следователей, ни оперативников. В любом случае, если люди знают про порушение законодательства, а это статей 358 криминального кодексу, они должны сообщить правоохранные органы. Но в любом случае, кто проверял директоров, которые проводили конкурсы? Чи можно было их проверить? Вы сгадали чиновников и высокопосадовцев, которые могут, как вы думаете, подзвонить. Я хочу вам сказать, что тиск на Министерство освіти именно от этих людей был шален. И это одна из причин, почему порядок появился так поздно. Потому что силы, которые перешкоджали его принятие, были очень сильными. И именно такая у них была аргументация, что я не могу, я народный депутат, не могу влаштовать дитину в ту школу, в которую я вырешил. Поэтому, давайте говорить честно, чтобы проблема была вырешена, а, конечно, проблема недостатной количества хороших школ, она существует. Но чтобы она была вырешена, ее нужно признать. Потому что раньше все делали выглядеть, что такой проблемы не существует. Как-то вы там пристроились, вы решили свою особенную проблему. А то, что другая дитина, которая живет за парканом этой школы в соседнем доме, не мала возможности туда попасть, потому что родители не имели денег на хабаря, это никого не интересует. Понятно. Ваше мнение понятно. Давайте теперь о высшем образовании. Вузы тоже у нас, чиновники и депутаты, и министры тоже хотят всегда пристроить свою родню и своих близких. В прошлом году вступительная кампания, вот нужно признать, была все-таки скандальной. Очень много детей, талантливых, умных, которые сдали внешнее оценивание на очень высокие баллы, не попали в институт на бюджет. Трошки не так. Хорошо. Скажите, как было, какие выводы сделаны, и не будет ли она такой же скандальной, как в этом году? Обиженных было очень много, Иван. Насамперед, я хочу сказать, что, правда, такие случаи были, я сейчас поясню, почему, но все эти дети учатся на бюджете, учатся уже сейчас. Все эти отдельные случаи были решены. Правда, было около 200 случаев, когда дитина сдала с НО на высокий балл, 190 и больше, и под 200. Там, в том числе, была девочка, которая сдала на 200. Но они не попали на ту обранную специальность. Это было, еще раз скажу, близко 200 детей на всю страну. Яка там была основная причина? Основная причина была в том, что эти дети, будучи впевненными, что они сдадут на высокий балл, подавали в один або в два вузы всего, не в девять, которые было позволено. И они подавали на редкие специальности. И вузы минулого года мали возможность, если они не набрали группу 5 детей, не открывать группу. То есть эти дети не попали на обранную специальность, потому что их университет не открыл группу. Но, во-первых, это изменено. В этом году университеты не смогут уже по факту сказать, что, извините, мы не открываем группу. Такая возможность остается только для технических и природных дисциплин, потому что там, правда, маленькие группы. И все вопросы этих детей были вырешены. Все они попали в иную университет и учатся на бюджете. Хорошо. Посмотрим, как будет в этом году. Спасибо вам за этот разговор. На мои вопросы отвечала Ивана Каберник, советник министра образования Украины. Мы продолжим. Не забывают о реформе образования в Украине венгерские политики. Еще с сентября прошлого года продолжается конфликт с Венгрией вокруг языковой нормы украинского закона об образовании. Напомню, возможность для обучения на языках национальных меньшинств осталась только для младшей школы. Ученики средних и старших классов должны учиться на украинском. Венгерские политики считают, что эта норма ущемляет права венгерского меньшинства в Закарпатье и пообещали блокировать любое сотрудничество с Украиной на уровне ЕС и НАТО, пока наше государство языковую норму не изменит. И вот очередной шаг в этом направлении. Венгрия инициировала в НАТО пересмотр всех программ сотрудничества с Украиной. Еще один внешний игрок на поле украинских реформ. Европейский суд по правам человека раскритиковал мораторий на торговлю с землей, который действует в Украине. Депутаты продлевают мораторий из года в год, но вот похоже, что в этом году продления уже может и не быть. Двое наших граждан пожаловались в ЕСПЧ на мораторий и судьи поддержали их аргументы. Суд постановил, что полный запрет торговли с землей в Украине нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Киев обязали ситуацию пересмотреть. Любопытно, что обычно ЕСПЧ присуживает компенсацию и сам, если признает нарушение их прав. Но вот в этом случае компенсация будет только если государство не изменит свою политику. Причем важный момент. Таких вот людей, чье право распоряжаться своей землей нарушено, в Украине целых 7 миллионов. И эксперты уже говорят, если мораторий продлят еще и в этом году, то не только эти двое из сов смогут претендовать на компенсацию через ЕСПЧ, но и миллионы других украинцев. В итоге, цена вопроса – миллиарды гривен, которые придется выплатить из бюджета. Кстати, отменить мораторий требует от Украины и Международный валютный фонд. Итак, что со всем этим собираются делать Верховная Рада? В конце концов, именно от депутатов. Зависит, разрешат ли украинцам свободно торговать землей. Это тема для разговора с Алексеем Мушаком, представителем крупнейшей парламентской фракции блок Петра Порошенко и одним из самых заметных лоббистов отменной моратория. Он сейчас на связи со студией подробностей недели. Здравствуйте, Алексей. Спасибо, что присоединились. Прокомментируйте, пожалуйста, вот это решение ЕСПЧ по мораторию. Получается, что Украина теперь обязана его отменить или все-таки нет? Доброго вечера вам, доброго вечера вашим глядачам. С привода решения ЕСПЛ, то, насправді, тут не зовнішній гравець втрутився. Тут граждане Украины пожалелися, да, и порушили их конституционные права. И подачи было не... Просто всю справу двоих разглянули. Але, насправді, подібных позовов, их набагато больше. Просто у этих пані Стефанчук и Цецюри были хорошие адвокаты, которые смогли донести эту позицию, а у других граждан Украины они просто не имели таких качественных адвокатов. Что присудил и признав Европейский суд с правой людини? Он сказал, что Украина, насправді, может какие-то ограничения делать на рынке земли и защищать свои интересы, но они не могут быть безстроковыми и в такой грубой форме, которая сейчас существует. И, соответственно, это решение, чем интересно, оно является модельным, так называемым. Оно будет стосоваться в будущем всех подобных позовов. И компенсацию, сейчас дали по 3000 евро, это компенсацию на юристов, но если в дальнейшем, например, а в разумный срок, это вважается, протягом года-два не будет решено это вопрос, то, насправді, все другие позовы будут, получают майновую компенсацию, это миллиарды, насправді, евро, а даже не гривень. Відповідно, Украина будет наразе обязана, согласно подписанных всех конвенций и документов, изменить этот статус-кво, соответственно, отменить мораторию в той форме, в которой существует, и принять какой-то другой законопроект, або другие какие-то ограничения. В разе, если этого не будет сделано, то ЕСПЛ будет присутствовать майновые компенсации. Украина, на жаль, будет, нарушена, будет миллиарды евро компенсировать гражданам Украины, бо все, как Вы правильно сказали, їх 7 мільйонів, і це надзвичайно велике кількість. Алексей, вот знаете, что интересно, в нынешніх условиях испугают ли эти миллиардные штрафы наших депутатов, і как вони повлияют в итоге на їх решение? Вот все-таки у нас начинается предвиборная кампания в стране. Вот ваш прогноз, наши политики решатся легалізовать рынок земли в таких условиях, или нет? Я считаю, что первый, и это будет моя задача, и задача большой кількости однодумцев, мы добьемся того, чтобы в этом году не продолжали мораторий. На жаль, это не запустить рынок земли, потому что у нас мораторий, он как бы безстроковый до принятия соответствующего закону, и я думаю, что эта Верховная Рада не будет способна проголосовать за закон, который позволяет торговать вольно землей, но есть другой шлях, и я также со своими однодумцами с командой буду рухаться по нему. Решение ЕСПЧ, ЕСПЛ, и оно является обязательным для национальных судов. Відповідно, гражданин Украины, будь-який, может обратиться в суд и сказать, что мне запрещают продать или купить землю, согласно закону, но ЕСПЛ сказал, что это возможно делать, и я прошу суд визнать таким право. Відповідно, суд может принять, через суд, на самом деле, можно запустить рынок земли, там есть трешки долго процедура, умовно, короче, первый суд инстанции может отменить, апелляция может отменить, но Верховный суд будет обязан также сделать модельное решение, и по факту, через судовую гелку влади можно запустить рынок земли, потому что Верховная Рада, на моем понимании, наразе не готова брать на себе риск, что сплачивать миллиардные штрафы, а не отримать, например, 3 миллиарда доларов щороку инвестиций и экономического роста, если мы запускаемо рынок земли, потому что тут есть вопрос, во-первых, популізму, а во-вторых, на государственной земле зарабатывают большие деньги, и государственной землей на самом деле торгуют на право и на лево, просто-напросто граждане Украины отрабатывают 0,0,0, а те, кто керуют этим процессом отримывают большие деньги. Ну что ж, ваше мнение понятно. Спасибо за то, что ответили на мои вопросы. С нами на связи был Алексей Мушак, народный депутат от блока Петра Порошенко и, пожалуй, один из самых заметных лоббистов отмены моратория на торговлю с землей. А вот в оппозиции точно не будут поддерживать отмену моратория, несмотря на требования кредиторов и европейцев. Говорят, что важно защитить украинских фермеров. Это одно из тех требований, которые неприемлемы. Потому что сегодня общество не готово к рынку земли, когда обесценилась национальная валюта в три раза, когда есть угроза скупки земли международными корпорациями, которые просто используют ее как ресурс без создания рабочих мест, а фермеры остаются без работы, которые, собственно говоря, и кормят нас, нашу страну. Так вот, в этой ситуации это невозможно. И поэтому наша позиция, я считаю, что мы должны ее отстаивать дальше, мы должны препятствовать тому, что пока нет нормальной валюты, пока нет нормального законодательства, пока не защищены фермеры, мы не имеем права открывать рынок земли на тех условиях, которые требует МВМ. Невзирая на все решения судов, надо подавать апелляцию, надо показывать реальную картину и объяснять тем, что мы не можем подвергать опасности наших фермеров. Нацбанк сохраняет оптимизм. В этом году все-таки рассчитывает получить 2 миллиарда долларов от МВФ. Но и это еще не все. В Нацбанке уже думают о новой программе сотрудничества с фондом. Вот хоть действующую программу на 17,5 миллиардов долларов выполнить никак не получается, новую хотят не меньше, чем на 5 миллиардов. Об этом заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб. Интересно, как такие планы прокомментируют в Совом МВФ и какие истребования нынешней программы перекочуют в следующую. Давайте-ка напомним, чего от Украины хотят кредиторы. Далее наша справка. Кроме требований открыть рынок земли, у Международного валютного фонда есть еще целый набор условий по отношению к Украине. На выполнение всех обещают миллиарды кредитных долларов и, как следствие, стабильную гривню. Но при этом ряд даже самых срочных пунктов от МВФ наши власти вот уже почти два года выполнять не спешат. Создание независимого антикоррупционного суда озвучивают уже даже не просто как условия сотрудничества, а как ультиматум. Правда, депутаты не испугались и очередную неделю потратили на обсуждение бесконечных поправок к законопроекту. Обещали фонду и расширить полномочия НАБУ, но и на это нет времени и политической воли. Разрешить детективам бюро независимую прослушку не решаются уже полтора года. Законопроект о создании финансовой полиции тоже пылится в комитетах. Но вот если эти решения политики хотя бы обсуждают и обещают когда-нибудь принять, то вот на выполнение следующего условия МВФ советуют даже не надеяться. Фонд требует повысить цену на газ для населения. И это в предвыборный год. Хотя миллионы семей и так могут платить по существующим тарифам только с помощью субсидий. Так что пока между долгосрочными выгодами от сотрудничества с МВФ и кратковременными политическими дивидендами политики выбирают второе. Транши от МВФ должны пойти на пополнение валютных резервов Нацбанка. Но ведь есть проблема еще и с госрасходами. Политики всерьез говорят об угрозе невыполнения бюджета. Якобы главный финансовый документ некорректно сверстан. И уже 70 миллиардов гривен местных бюджетов потрачены на общенациональные нужды. Если это правда, то во второй половине года могут начаться проблемы. И мол уже в августе сентябре это станет очень заметным. Якобы под угрозой могут быть зарплаты и пенсии. Ну а пока чтобы не допустить появления дыр в бюджете Минфин активно привлекает заемные средства. Вот только на этой неделе продали ОВГЗ облигации внутреннего государственного займа на 165 миллионов гривен и 272 миллиона долларов. И Минфин регулярно размещает эти облигации. Например, в апреле в бюджет таким образом удалось добавить почти миллиард гривен. А всего с начала года в бюджет привлекли больше 60 миллиардов гривен. Итак, ждет ли нас бюджетный кризис? И чем в итоге закончатся споры с МВФ? Обсудим со специалистом Олегу Стенко экономический эксперт наш гость сегодня. Здравствуйте, Олег. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Вот скажите, что происходит все-таки с госбюджетом? Депутаты пугают, что в этом году на запланированные расходы денег не хватит. Все настолько критично? В общем-то, по большому счету говоря, бюджет находится в зоне дефицита. Дефицит более чем 2,5% валового внутреннего продукта. Вроде бы и ничего. Насколько это опасно для страны? Для такой страны, как Украина, более чем опасно. И вот почему. Потому что у нас уже достаточно много долгов. забывайте, что у нас объем долга государственного и гарантированного государством это 80% половому внутреннему продукту. И плюс еще достаточно опасным является то, что 5% нашего ВВП ежегодно мы отдаем просто как выплату за проценты. Получается, что для того, чтобы жить как минимум не хуже, чем в прошлом году, мы должны с вами расти высокими темпами от 5% в год. Как раз тут наши соседи по Европейскому Союзу. Как минимум, 5%, например, та же Румыния, которая в прошлом году более чем 5% выросла. Да и по большому счету говоря, все, что меньше рост, он неадекватный, и это получается, что система координат движется со скоростью куда более высокая, 5,5% в среднем развивающиеся рынки. А Украина 2,5% в прошлом году, 2,5% в позапрошлом. При хорошем раскладе а риски есть большие 3% в этом году. И вот мы постепенно отстаем от всех-всех-всех. И если вы посмотрите, скажем, ВВП на душу населения, вы увидите, что у нас очень низкий. А вместе с тем есть целая группа стран, которые мы традиционно считали вроде бы как очень бедными странами. Они растут очень неплохо. Монголия с 2010 года не растет ниже, чем 10% в год. Вьетнам, Кампучия, Лаос не растет ниже, чем 6% в год. Турки при всех проблемах, которые у них есть, растут тоже достаточно неплохо от 4% в год. И в общем, если вы посмотрите страны Латинской Америки, которые мы здесь традиционно трактуем вроде бы как очень... Давайте зрителям сразу объясним, почему нам важно смотреть на опыт той же Монголии. Потому что инвесторы, скорее всего, туда пойдут со своими деньгами. Правда, да? Потому что инвестор всегда оценивает, а какой у тебя есть риск в стране и какая прибыльность получается. А когда риск в стране очень высокий и прибыльность не дает возможность покрывать этот риск, то понятно, что он не заходит в эту страну. Вот почему мы, к слову сказать, в этом году не получим больше 2 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. А если вы посмотрите, скажем, пиковые значения, которые мы получали за время нашей новейшей экономической истории, то это было по 10 миллиардов. То есть в 5 раз меньше, чем пиковые значения. И когда у тебя есть такие незначительные приходы инвестиций, у тебя традиционно начинает формироваться так называемое девальвационное давление на местную денежную единицу. Прибавьте туда то, о чем вы говорите, мы входим в пик политического цикла. В 2019 году выборы. Значит, перед 2019 годом у многих депутатов и у многих политического класса страны могут возникать различные хотелки. Хотелки в том числе давайте потратим сюда, направо, налево. Не будем думать о том, что мы вешаем дополнительные долги на украинских налогоплательщиков. По-моему, это такая очень опасная и не очень-то ответственная политика. Потому что, вот я вспоминаю Аргентину лета этого года, которые разместили свои облигации государственного займа на 100-летний период времени, мы что хотим? Мы хотим перевешивать, как Аргентина, свои проблемы сначала на наших детей, потом на наших внуков, правнуков. Вы представляете, 100-летняя перспектива. Олег, я правильно понимаю, что политику Минфина по размещению облигаций вы считаете не самой лучшей? Я считаю, что она не самая лучшая, но я также понимаю, что... Госдолг же она наращивает? Она наращивает. Конечно, она наращивает госдолг. Крайне опасно. Более того, если вы посмотрите, он-то и очень дорогой, этот госдолг. Если бы Украина сейчас хотела выйти на внешние рынки заимствования капитала, она должна была бы готова платить где-то 10% годовых. Это колоссальные цифры, особенно если мы думаем по поводу валюты. Олег, давайте от высоких материй, к более приземленной экономике, то, что касается каждого нашего сейчас зрителя. Самая одна из зон риска, да, сейчас, это все-таки социальные выплаты. Может так случиться, что на выплаты зарплаты, пенсии денег не будет? Что вот настолько все будет плохо? Нет, я не думаю, что настолько будет плохо, потому что у любого государства, в том числе и у украинского, есть возможность. А, ты наращиваешь долг. Если ты живешь в краткосрочной перспективе, ты можешь забыть по поводу ответственности перед будущими поколениями, одалживая прямо сейчас, насколько это возможно, даже дорогие деньги. Венесуэла в период своего кризиса, прошлой весной, например, одалживала деньги под больше, чем 20% годовых. Это колоссальный удар по всему населению, но это один из возможных путей. Можно раскручивать инфляцию, она потом ударит. Вопрос просто не показать своему населению, это плохо, но политики, как правило, тогда пользуются такими категориями, показать населению, что ты не бьешь под ним прямо сейчас, а этот удар придется после пика политического церва. Да, многие политики, наверное, не побрезгуют таким способом. Смотрите, многие сейчас пугают, что срыв сотрудничества с МВФ, а будем откровенными, сотрудничаем мы как-то так, ни шатка, ни валка, приведет к очень стремительному росту курса доллара. Уже пугают население и 35 за доллар, и 40 за доллар. Как вы считаете, насколько негативно на украинской валюте может отразиться последняя тенденция нашего сотрудничества с МВФ? Первый месседж состоит в том, что, во-первых, мы всегда знали, или правительство и политический класс знал, на что он идет, когда он заключал сотрудничество с МВФ, на что он подписывался. Проблема Украины состоит в том, что у нас идут большие выплаты. И в этом году, и в следующем году. И если в этом году это были выплаты в районе 6 миллиардов долларов, то в следующем году выплаты куда более высокие и так называемая открытая, непокрытая потребность. Потому что это не только выплаты, которые у вас есть в стране. Есть еще торговый дефицит, есть еще потребность частного сектора. Эта вся потребность может составлять 10 миллиардов долларов на следующий год. Я не считаю потребность этого года, которая до конца года еще может составлять около 5 миллиардов. От теперешнего момента до конца следующего года 15 миллиардов долларов. Представьте, что золотовалютных резервов есть 18,2 миллиарда, из которых собственные резервы Национального банка страны 6,5 миллиардов. Поэтому, конечно, это очень проблемная зона. Поэтому либо ты находишь деньги, не обязательно УМВФ, а где угодно. Сделай реформы в своей стране. Сделай реформы, накачай сюда прямые иностранные... Я правильно понимаю, что пока звучит все то, что вы говорите, как просто, как неминуемый обвал гривни? Я бы сказал, что это все звучит как неминуемая высоковероятностная угроза для финансовой стабильности страны, но она решаемая. Но надеюсь, что нас хватит мудрости у политиков? Надеюсь, но проблема тоже... Решите ее, потому что вы меня пока что испугали. Мне кажется, что проблема Украины, что все пытается решать такой компанечный. Очень неплохо сказал сегодня один из депутатов в парламенте, не хочу называть политическую партию и кто это, но он сказал очень хорошо, что антикоррупционный суд очень важно, но не забывайте, что есть еще целый ряд законов, например, не стоит забывать, например, о необходимости развития финансового рынка страны, не стоит забывать о необходимости развития реального сектора экономики. То есть, есть еще масса вопросов, а как-то в Украине все привыкли к компанечной. Сначала все бежим в эти двери, потом все в эти двери. Перед вами стоит бетонная стена некачественного инвестиционного климата. Разрушить эту стену, просто просверлив здесь дырочку и здесь дырочку не удастся. Надо бить по этой стене. у нас любят бить кувалды, там, где, в общем-то, нужно работать более аккуратно. Спасибо. Вам спасибо. Известный экономист, президент Гарвардского клуба отвечал на мои вопросы. Пожму с удовольствием руку президенту. Спасибо, что нашли время. Мы продолжим. Самая горячая неделя на Донбассе с начала года. Это оценка Совета нацбезопасности и обороны Украины. Боевики обстреливали подконтрольную территорию на глубину до 30 километров от линии фронта. Погибшие есть не только среди военных, но и среди гражданского населения. О том, что обстановка может еще ухудшиться, говорят и в ОБСЕ. Александр Хук первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе заявил, что остановить эскалацию не удастся без отвода тяжелого вооружения от линии фронта и выполнения других обязательств по Минским соглашениям. Ну а пока в некоторые дни число обстрелов доходит до 2000 в сутки. Что происходило в зоне войны сегодня, знает наш военный корреспондент Игорь Левенок. Ситуация на Донбассе остается напряженной. Сегодня утром противник открыл огонь по Старониколаевке из орудий крупного калибра. Это в районе Горловки. Ответным огнем наши армейцы уничтожили две гаубицы и артсклад боевиков. А еще автомобиль Урал с минометной батареей. По предварительным данным штаба ООС погибли около 10 российских наемников. При этом боевики не прекращают атаки фактически каждый день до полусотни обстрелов. Причем из тяжелой артиллерии все чаще накрывают огнем мирные населенные пункты. На днях окраины Мариуполя содрогались от разрывов мин и снарядов. Наемники ударили по толоковке. Есть разрушение. Чудом никто не пострадал из мирных жителей. Там подбалховались вообще. Такое было, что я не знаю, что такое еще не было, но не такое. Это ужас. Ужас. Земля трусится, в хате трусится, стенки все полопалось в хате. Под вражеский огонь попал и Торецк. Вчера утром в городе разорвались 35 снарядов и мин. Пострадали и жилые дома, и психоневрологическая больница. Сейчас решается вопрос об эвакуации пациентов. Наши армейцы уверены, оккупанты совершают эти преступления целенаправленно. Бои не утихают и на Луганском направлении, центром противостояния. Здесь можно считать район села Троицкого. Тут от вражеских обстрелов тоже страдают мирные люди. Поэтому командование бригады, которая контролирует этот участок, приказало бойцам уничтожить позицию, с которой противник стрелял по Троицкому. Была поставлена задача командирам бригады собрать два отделения, взять легкое вооружение, которое может нам выделить батальон, и нанести удар по одной из самых сложных позиций, которые находятся на зоне ответственности нашей бригады. С задачей бойцы справились на отлично. И вот вы видите уникальные кадры, как наши разведчики выстрелом из противотанкового комплекса подожгли блиндаж боевиков, а затем накрыли его огнем из танковых гранатометов. Давай, давай! Давай сразу десяток туда! Закидывай! Десяток туда! Закидывай! Расстрелил! По данным нашей разведки, в тот день боевики понесли потери. Игорь Левенок из Донецкой области для подробностей недели телеканал Интер. 250 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности может получить Украина в следующем году от Соединенных Штатов. Такую сумму расходов одобрили американские законодатели в проекте оборонного бюджета США. Документ еще должен получить подпись Дональда Трампа и соответствовать нормам, которые утвердит американский Сенат. Но уже можно прогнозировать, что наше государство эти средства все-таки получит. Кстати, на этой неделе состоялись и первые испытания ракетных комплексов «Джавелин», которые Украина тоже получила от США. Это важный компонент сдерживания боевиков и России. Наблюдал за испытаниями «Джавелинов» президент Украины Петр Порошенко. Використание «Джавелин» даёт переваги подчас выполнения задачей вражения вооружой бронетехники и значительно подвищает живучесть наших противотанковых подразделений. Зменшает риски втрата особенного склада. Конечно, что эта сутооборонная оружия, которую США надали Украине внаслідок работы наших дипломатов, уряду, министра обороны, и вашего агрессивной России. Их уже больше 60-ти украинских политических заключенных в тюрьмах России и Крыма. Один из них режиссер Олег Сенцов еще 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить их всех. Кто должен оказаться на свободе? Напомнит наш материал. 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку и готов идти до конца. Пока не будут освобождены все украинские политзаключенные в России. Об этом Сенцов сообщил в коротком письме. Украинского режиссера приговорили к 20 годам строгого режима по обвинению в создании террористической организации и подготовке терактов в Симферополь. Причем осудили его как гражданина РФ, хотя сам Сенцов настаивает на своем украинском гражданстве. По этому делу 10 лет колонии получил и крымский активист Александр Кольченко. Украина давно требует освободить и Олега Сенцова и Александра Кольченко, но пока безуспешно. С 2016 года, когда освободили Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, хороших новостей по этой теме не было. Всего в российских тюрьмах, по данным украинского МИДа, остаются около 60 политзаключенных. 22 из них на территории России, остальные аннексированным Крыму. В тюрьмах полуострова в основном содержатся крымские татары. Этой весной Киев предлагал Москве обвинять 20 россиян на заключенных в России украинцев. Внятного ответа не последовало. Без объяснения причин Москва отказала и в передаче на родину незаконно осужденных Станислава Клыха Николая Корпюка и Алексея Черния. Корпюка приговорили к 22 с половиной годам тюрьмы, а Клыха к 20 по обвинению в убийстве российских военных в Чечне в 90-х годах. Николай Корпюк отбывает наказание во Владимирской области Станислав Клых в Грозном. При этом большие опасения вызывает состояние его физического и психического здоровья. Алексей Черни тоже проходил по делу так называемых крымских террористов как Исенцов, Кольченко и Афнасев. Ему дали 7 лет тюрьмы за согласие сотрудничать со следствием. Кроме того до сих пор идут суды по делу украинского журналиста Романа Сущенко. Очередное заседание состоялось сегодня. Сущенка в России обвиняют в шпионаже. Что украинские власти делают для возвращения политзаключенных? И как движется этот процесс? Эти вопросы мы задали человеку, который непосредственно участвует в переговорном процессе. Ирине Герасченко, уполномоченному президенту по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях. И вот, что она ответила. Министерство закордонных справ Украины президент команда президента все особи, которые задействованы в процессе избежания заручников и полетвязников мы ретельно отследовываем долю каждого украинца, который опинился в российской вязнице. Но абсолютно справедливо, что мы знаем информацию далеко не про всех засудженных российским режимом. Например, мы месяцами расследовали информацию про украинца Сезоновича, выкраденного из Луганска, засудженного в Ростове. В нас приховывали цю информацию. И только нещодавно подтвердили, что он находится в одной из тюрем в Сибири. Так само российские консули протягом этих четырех тяжких, довгих, жутного разу не смогли потрапить до Олега Сенцова, до Олександра Кольченко. Очевидно, что украинские консули не могут потрапить в тюрьмы окупованого Криму. И мы никогда не вызвали анексию, оккупацию Криму, но там остаются десятки украинцев, кримских татар, среди них и Володимир Балух, который голодует уже больше 60 дней, и кримские татари, про долю, стан здоровья, которых мы ничего не знаем. Катастрофа гуманитарна в том, что до політвязнений Кремля не допускаются часто. Украинские консули жодного разу не было допущено представников Международного комитета Червоного Христа, чему войдет про оккупованные территории, чему войдет про тюрмы России. А вот десятки жителей Донбасса стали заложниками бюрократии. Некоторые села уже освобождены, но при этом до сих пор не в списке подконтрольных Украине. А некоторые населенные пункты, куда прилетают вражеские снаряды, не считаются при фронтовой территории. Значит, люди, которые там живут, не могут рассчитывать на компенсации. Почему так происходит и как это знает наш военный корреспондент Ирина Баглай. Так в лоскутовке люди наперебой рассказывают, как война ворвалась и в их дома. Четыре года жители этого села в Луганской области слышали лишь отголоски разрывов и стрельбы. Но этот ночной обстрел застал их врасплох. Оно ударило оттуда и пошло здесь взорвалось и осколки пошли на наш погреб, на кухню, на хату. Больше всего досталось дому Леонида Григорьевича. Вот это огромная дыра, сюда и попал снаряд, разорвался над изголовьем кровати и снес еще две стены. Позже Леонид Григорьевич нашел вот такие осколки, которые оказывается перелетели через него и они не оставляют сомнений. Это была артиллерия, скорее всего 122-й калибр. Обходя свой разрушенный дом, мужчина и сам не понимает, как уцелел. На меня посыпалось все, прямо на кровать, еле выполз, света нету, куда ползти, кто знает, по горячему, тут груды были, кирпича. Взрыв был настолько мощный, что ударной волной вынесло все. Леонид Григорьевич теперь в отчаянии. Он не представляет, как в 70 лет отстроить все с нуля. Лариса, координатор гуманитарной миссии, сама живет под постоянными обстрелами. Ее село Катериновка на линии огня, поэтому легко находит нужные слова, приезжая с помощью к пострадавшим. Мы выезжаем первыми после обстрелов и оказываем людям помощь. Во-первых, моральную поддержку и оказываем помощь первую после обстрелов. Это тарпаулин для окон, шифер для крыши. За первые две недели мая под обстрелы боевиков попал десяток населенных пунктов. Российская артиллерия расстреляла до сотни домов. И каждый день в все новые села, в основном тыловые. Боевики открывают огонь и по социальным учреждениям. Повреждены центр реабилитации детей, торецкий туб диспансер и психиатрическое отделение. Снаряды прилетают даже в отдаленные поселения. Вот это за 4 года первый раз, что именно наш область, наш район. Я просто проснулся от того, что мне ощущение такое, что крыша в коридоре, пристройка, упала крыша, вот такой зуб был. Первая мысль бежать на мирную территорию, но куда? Отстраивать разрушенные дома, но как? Люди, которые потеряли свое жилье, оказались в бюрократическом вакууме. Все потому, что их сел нет вот в этом списке, а значит, юридически они на мирной территории. Таких серых дырок по Донецкой и Луганской области, в которых происходили инциденты с обстрелами, мы насчитали 69. Все их общественники просили кабинет министров и областные власти внести в список прифронтовых населенных пунктов по одной простой причине. Пока они не внесены в этот перечень, люди выезжают отсюда, не смогут получать переселенские деньги, находясь на мирной территории Украины. А значит, у них нет законных оснований даже претендовать на статус переселенца. И как следствие, они не могут получать денежные компенсации, в том числе на жилье. Евгений, руководитель гуманитарной миссии показывает письма обращения к властям. И вот первый ответ на их просьбу изменить прифронтовой список. В области ссылаются на кураторов списка. Это величезная проблема, но на сегодняшний день узаконить, как населенные пункты, которые контролируют все украинские влады, это прерогатива. Министерство внутренних справ, и мы уже не один лист написали туда. Почему же чиновники ориентируются на географию, а не на количество выстрелов по мирным селам? Общественники озвучивают одну из версий. Так как на линии соприкосновения большинство сельскохозугодий заминировано и непригодно, вместе с попаданием населенного пункта в список распоряжения 1085, местные фермы освобождаются от уплаты земельного налога. Соответственно, этот налог теряет местная власть. Все, что удалось области, это найти лазейку в юридическом тупике. Уже более полугода как освобождены Гладосово и Травневое. Но по списку Кабмина они в оккупации, а значит и жители с пропиской там не могут получать ни соцвыплаты, ни пенсии. Мы вымушены были людей, которые проживают в Гладосово и Травневое, зарегистрировали в Бахмуте, в Опытному, в других населенных пунктах и сегодня все они отримуют социальные выплаты. Но все же в области ждут ответы от министерства. А сами люди, уставшие от войны и от бюрократических боев, стараются выехать подальше. Если есть куда. Кто куда? Кто куда? Вата победила. Ведь угадать, куда в следующий раз будут целиться боевики и насколько глубоко в тыл невозможно. А артиллерия бьет до 20 километров и мишенью может стать дом, в котором и не слышали звуков войны. Ирина Баглай, Евгений Пахарчук, Игорь Щепет. Подробности недели телеканал Интер. Смертельный коктейль на разлив. Сколько на украинском рынке контрафактного алкоголя? И почему, несмотря на человеческие жертвы, в магазинах массово продают суррогат? Об этом в третьей части нашей программы сразу после небольшой рекламы. подробности недели продолжают свою работу. Спасибо, что дождались. Смерть на разлив. В Украине масштабы производства и продажи суррогатного алкоголя становятся просто угрожающими. Спиртное подделывают и в промышленных масштабах, на заводах, и точечно, в гаражах. И все это на фоне постоянного подорожания алкоголя. Люди меньше пить не стали, зато стали больше покупать контрафакт. Причем с риском для жизни. Только на этой неделе в Борисполе 6 человек погибли от метилового спирта. Как можно остановить потоки суррогатов на рынке? И какое наказание несут продавцы паленки? Евгения Коваленко знает. Выпить по праздникам, чтобы расслабиться после тяжелого дня или просто за компанией. Людине хочется выпить 100 граммов, 100-150. Нерабочее время и при хорошем закусочке можно. В итоге Украина в пятерке самых пьющих стран мира. По данным Всемирной Организации Здравоохранения в среднем за год наши соотечественники выпивают более 17 литров алкоголя. В лидерах водка, пиво и самогон. Дорожает водка соответственно какая-то часть людей переходит в том числе на напитки самодельные. Самогон, самодельное вино делают, самодельные коньяки и так далее. За последние несколько лет водка подорожала почти в три раза. А вместе с этим выросло и подпольное производство дешевого алкоголя. По официальным данным половина спиртного в Украине контрафакт. В денежном эквиваленте это 5 миллиардов за год мимо госкассы. Но эксперты говорят реальные цифры еще больше. По данным самих игроков рынка контрабандная водка занимает порядка 80% рынка. Подделки разливают в промышленном масштабе прямо на украинских спиртзаводах. После легальной партии сразу выполняют так называемый второй план. И тем самым неплохо экономят на налогах. Как появляется я называю серый спирт из харчовой сировины вырубляют можно вырублять например одну колькість зерна спирту а можно вырублять трошки больше и трошки больше не фиксуется не облагается податком. Поэтому продают его дешевле в небольших магазинчиках. Как их в народе называют наливайки обычно находятся в спальных районах неподалеку от торговых точек. Вот к примеру возле стихийного рынка. Искать долго не пришлось. Вот она чарочная. Работают без перерыва и выходных поэтому посетители тут всегда. Заходим и мы. Бутылка водки в среднем 120 гривен. 100 грамм на разлив 20 гривен. Давайте за ссора. Хорошая она. Хорошая любовь и линей. У вас клиенты не жалуются. Никто не линей. Вот купили нашу чекушечку. Следующий пункт назначения вот этот. Несмотря на жару посетители спешат угоститься. Сразу видно место популярное. Дешево и сердито. Берем. Вот только пробовать пожалуй не будем. Мы решили провести простой эксперимент с купленной в этой наливайке водкой и обычным бытовым спиртометром. Для удобства все переливаем в большую емкость. И измеряем содержание спирта. Норма 40 градусов. А здесь вот только около 30. А теперь проверим водку в бутылке из другой наливайки. Измеряем. Как видите здесь тоже нет обещанных 40 градусов спирта. А значит чем-то разбавили. Это еще повезло если водой. Кроме того часто алкогольный разлив хранят в пластике, картоне или полиэтилене. Хотя это запрещено. Скляна, фарфоровая, керамика или бляшанки алюминиевые с внутренним покрытием. Почему так? Потому что спирт это разочинник. Но опаснее всего, когда в напиток добавляют дешевые технические спирты. Только с не харчовой сировины можно отримать неякость. То есть можно отримать этиловый спирт, но там будет больше высотка метилового спирта. Если не соблюдать эти пропорции, получается в прямом смысле убийственный коктейль. Почти каждую неделю правоохранители находят подпольные цеха по его изготовлению. На этой неделе в Николаеве изъяли почти 20 тонн контрафакта. пластиковых бутылках. Из чего делали суррогат, покажет экспертиза. Чаще всего это метиловый спирт. Стоит дешевле, но употреблять его нельзя. Смертельно опасно. Последний громкий случай в Борисполе под Киевом. Там выпили 4 литра метилового спирта на семерых. Выжил из компании только один. Канистру алкояда в дом принесла женщина. Она тоже погибла. Где взяла напиток пока неизвестно. Но купить такую отраву можно в любом магазинчике или наливайке. Зачастую они работают без документов на алкоголь. Но посетители не жалуются. Цена нормальная, потому что дорогую бутылку купить. Пошли купить, взяли себе 100 грамм и все. Два года назад по Украине прокатилась целая волна отравлений суррогатным алкоголем. Тогда умерли более 70 человек. Больше всего было пострадавших в Харьковской области 60. Это село Иванчуковка. Здесь жил покойный Сергей Турко. Он выпил с кумом бутылку коньяка. Купил его в магазине напротив, который, кстати, работает до сих пор. Мать погибшего рассказывает, сын отмечал день рождения. На следующий день ему стало плохо. В этом же магазине брал коньяк еще один парень. Он тоже умер. Но собственник магазина, который продавал пойло, до сих пор не наказан. Семья требует 500 тысяч гривен моральной компенсации. В прокуратуре Харьковской области говорят, 12 смертей от суррогата доказаны экспертизой. Уже задержали троих производителей алкоголя в Харькове. Также судят владельцев маленьких магазинов в районах. Но рассмотрение дела затягивается. Вообще незаконное производство алкоголя отслеживает фискальная служба. Только за этот год закрыли почти полсотни таких нелегальных предприятий. Но это лишь капля в море. Ведь спрос порождает предложения. Евгения Коваленко, Светлана Шакера, Богдан Вербицкий, Ирина Дьяченко и Сергей Медведь. Подробности недели телеканал Интер. На этом все на сегодня. Спасибо, что смотрели подробности недели и до встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров